Что нужно, чтобы собрать вокруг себя побольше аудиторий ютуба? Накинуть на ролик какой-нибудь громкий заголовок, рассказать о том, как всё хреново, и неважно о чём речь, реальная жизнь или разработка такого проекта, как Star Citizen. Кстати, уже одно упоминание последнего среди некоторой аудитории, склонной впадать в крайности, вызывает на уровне рефлексов, как у собаки Павлова, выделение желчи из всех доступных открытых мест человеческого организма. Если вы скажете, Джим, ты загоняешься, я лишь отвечу, что другого текста на превью я не написал. Всё просто. Это нечто новостное, ещё не рождённое, которое будет посвящено выходящей информации по звёздному гражданину. Поэтому не судите строго, мы ищем новые форматы, а пока давайте поговорим о событиях, происходящих не только на просторах постоянной вселенной, но и в умах людей и медиа. Мы начинаем, усаживайтесь поудобнее. Начнём с того, что кинем огромный кусок коричневой массы в самого Джареда Хакаби и его команду, за то, что решили разделить на две недели два выпуска инсайда, в котором ЦИК рассказывает о новых кораблях. Нет, лично я могу понять желание показать новые корабли, которые попадают в постоянную вселенную, но не в два же выпуска. Если коротко, ЦИК рассказали о премьере корабля Argo Raft и двух кораблях от Crusader Ion и Ares. Первый практически непримечательный перевозчик контейнеров. Именно так его стоит рассматривать. Почему? Да потому что введение этого корабля послужило появлению новых стандартных контейнеров, для в том числе корабля от компании MISC, речь про серию Hull. И эти самые контейнеры будут как раз использоваться в кораблях версии C, D и E. Сама коробка представляет из себя вместилище сразу 32 более мелких контейнеров. Таких на брюхе Raft всего три, что делает его объем перевозимого груза сравним с кораблями от Constellation, Andromeda и Aquila. В дополнение скажу, что механический Raft способен отстыковывать их, а также использовать для погрузки тяговый луч, который располагается сзади. Именно при помощи него мы сможем как разгружать, так и загружать уже стандартные большие контейнеры. Кстати, в вопросах и ответах по кораблю ЦИК отметили, что трактор Beam Raft не сможет перемещать корабли, как, к примеру, это осуществлено на SRV той же компании. Как раз тяговый луч предназначен для погрузки объектов равной массе контейнеров или меньше. Еще из ответов стало ясно, что Raft — прямой конкурент фрилансеру, однако более бронированный, но менее оснащенный вооружением. И если у фрилансера всего 66 СЦУ, 4 ствола третьего размера, а также ракеты, обитаемая турель и более дружелюбное управление, то Raft может похвастаться только объемом и прочностью, уступая как раз в маневренности. Будет ли это преимуществом или недостатком — покажет время. Я лишь отмечу, что полноценно чувствовать себя кораблик сможет только в летнем обновлении 3.18, где ЦИК намерен вести рефакторинг грузов и выкатить давно забытые, недавно перенесенные хулцы. Стоимость Raft равняется 110 долларам за Warbone-версию без НДС. За внутриигровые деньги стоит ожидать кораблик к концу декабря-января следующего года. Вторым кораблем в Инсайде оказалась серия АРЭСов от Crusader Industries. Корабли-утопители, уничтожители и, как угодно называйте, еще капитальных кораблей. О них вообще говорить практически нечего, поскольку это два летающих ствола с двигателями, один из которых плюется снарядами размера человеческое предплечье. Одноместные Инферно и Айон вводят в постоянную вселенную некий Фактор Икс, появление которых в местах обитания торговых судов создаст безусловное напряжение в районе ягодиц среди любителей повозить товар. Корабли не только хорошо вооружены, но еще и довольно легки в управлении как в атмосфере, так и в космическом пространстве. Ну и на прошлой неделе ЦИК рассказали нам о новом, пока бесполезном на земном транспорте от Envil Spartan, а также еще одном Факторе Противостояния и Джессередимер. Я уже говорил о нем в нашем последнем форматном видео по новостям, поэтому зайдите и посмотрите. И меня тревожит лишь одно. Зачем нужно было четыре корабля распихивать в рамках двух программ, зная, что уже через две недели стартует ПТУ-316, и нужно сейчас продолжать раскрывать завесу тайн, что же все-таки ЦИК собираются ввести в последнем зимнем обновлении. Оно по традиции будет максимально укороченным. Уже известно, что нас ждет давным-давно сделанный госпиталь на Арии-18, и это единственная локация, которая лизнется в обновлении. Если вы скажете «Джем, посмотри на дорожную карту, там есть карточка точки интересов в разбитых кораблях», я вам отвечу «Это хрень собачья». Во-первых, это первая проба пера. Во-вторых, много ли игроков ринутся искать то, что можно найти в соседнем бункере. И если уж мы плавно перешли к новым апдейтам, напомню, что главным достоянием декабрьского обновления является система заправки «Корабль-корабль». Знаем мы о ней немного, лишь то, что в его основе ляжет Starfarer, который и будет мобильной точкой до заправки, а чтобы пополнить свои баки, придется научиться стыковаться либо на ходу, либо подвергнуть себя опасности сделать это в статичном формате. Ну и все. Остальной апдейт, который есть в 3.16 косметически, включая и те самые расходники для майнеров, которые они будут крепить на камне, если это вообще будет иметь смысл. И нет, это не негативный выпуск, это лишь констатирование продолжающейся тенденции в том, что последний патч года, ну совсем не патч, а скорее нечто, заполняющее пробелы этого года в целом. Из других новостей. Цик пробили дно. Нет, не собственное днище некоторым людям, которые считают себя СМИ. На прошлой неделе сбор на разработку двух проектов Star Citizen Squadron 42 взял высоту в 400 миллионов долларов за почти 10 лет. По 40 миллионов в год, если в среднем. Но некоторым эта цифра вновь вскружила голову, и они принялись раскупоривать свои ротовые отверстия, изливая, как они думают, всю правду про пирамидки и прочий маразм. Останавливаться на этом и заострять внимание не буду. Отмечу лишь, что волна искусственного хейта, а я подчеркну искусственного, добралась и вроде бы до вполне вменяемых ребят, которые стабильно раз в год делают обзор на Star Citizen. Речь про телеканал Е и автори текста Илье Ясаулове. Ребята сделали хороший контент, но, как обычно, попали под раздачу. Но самое главное, раздачу самих игроков Star Citizen. Я сейчас говорю о ряде авторов некоторых комментариев, которые были сделаны специально, чтобы разогреть неокрепшие умы тех самых людей, которые живут в крайностях, и для которых Star Citizen это как Шамбала. Вроде что-то слышали, но попахивает разводом. Я не буду отвечать за все комментарии, лишь отмечу, что изначально написанный текст некоторых людей был направлен на аккумулирование одних и других. Кто за и проявляет свою терпимость и адекватность, и кто против все вот эти люди, которые лечатся только силой земли и кончиком огурчика. Отдельно лишь хочу пожелать и далее не терять головы всем тем, кто приходит с корзинкой желчи под каждое видео любого контент-мейкера Star Citizen. Так, двухминутное отступление мы с вами сделали, теперь вернемся в постоянную вселенную. Как вы уже догадались, лайва на этой неделе не было. Разработчики мотивировали это тем, что в Штатах проходит национальный праздник, поэтому мы их тоже поздравляем и желаем изменить свою информационную траекторию падения на головы бэкеров. Ну и с последнего, ЦИК наконец вспоминает о нелетальном вооружении. Напомню, о нем они говорили на лайве на прошлой неделе, и затизерили нам уже готовый электрошокер от компании Вольт, а также его расходники. Как оно вам? Что вы думаете о нелетальном геймплее в Star Citizen? Пишите об этом в своих комментариях, а я, пожалуй, закончу. Давайте разгонимся как раньше и наберем, наконец, 3000 подписчиков к концу года. Около 40% аудитории канала делают это без подписки, поэтому прожмите кнопочку подписаться на канал, оставляйте свои адекватные мысли в комментариях, от лайка под видео мы тоже не отказываемся. Ну и помните, что осталось всего ничего до окончания бесплатных полетов. Успевайте, чтобы получить за рефералку и халявный корабль с пожизненной страховкой. А также я хочу анонсировать обычный розыгрыш среди рефералов, который пройдет 2 декабря. Удачи и до скорого!